На библейский портал Экзегет пришел вопрос, должна ли теща слушаться зятя, или его власть, в кавычках, распространяется только на жену? Вы знаете, это горький очень вопрос, он свидетельствует о том, что мы христиане, мы перестали уметь жить по любви. Конечно, она не должна слушаться своего зятя по закону Божьему, он годится и в сыновья. Более того, отец и мать жены для мужа, для главы семьи, они в ранге его родителей. На них тоже распространяется заповедь «Почитай отца твою, матерь твою». Но проявление любви со стороны тещи должно быть в том, чтобы не разрушать молодую семью. И вот если теща, допустим, приезжает к своему зятю и к своей дочке, то умная теща не станет сразу отчитывать зятя, почему дочка не отдохнувшая, почему она не так хорошо одета, не станет говорить, что и как делать. Она подойдет к дочке и скажет «Чем я могу помочь?». Потому что в одном доме не может быть двоевластие, иначе он, царство разделившееся себе, не устоит. Вот в этом смысле должно быть послушание. И с уважением, и с почитанием зять должен сказать «Марья Ивановна, дорогая, пожалуйста, давайте вы приготовите обед, а я погуляю с детьми». А в следующий раз наоборот. И в любви к друг другу, в смирении, не ища в священном писании оправданий своей властности, своего властолюбия точнее, может быть своей жесткости, надо решать эти вопросы. При этом ни в коем случае маленькие дети не должны видеть, как они решаются, если они не решаются по любви. Ни в коем случае. Поэтому как тещи слушаться, зятя? Ну, смиряться, а зятю смиряться перед тещей. И тогда будет полная любовь.